В студии мультиинструменталист, композитор, аранжировщик Аркадий Шелклопер. Вот такое приветствие, прямо зов природы. Вы сегодня пришли с четырьмя инструментами, все они диковинные. Не принесли свой, может быть, главный инструмент, волторный, как раз она и участвует в вертепе Павла Карманова. Ну теперь уже будет участвовать и альпийский рок. Да, но альпийский рок не может поучаствовать в нашей программе, потому что он просто слишком большой, пятиметровый инструмент. Все-таки чуть поменьше, четыре метра. Но вертеп сочинения, мне кажется, изначально вам очень близко, потому что здесь использованный опыт сочетания разных стилей и таких необычных инструментальных составов. Когда вы вообще познакомились с ними? Когда появилась идея показать вертеп впервые в 2002 году, вот там Павел уже конкретно на меня обратил внимание и сказал Аркадий, вот мы затеяли такое действо и хотим вот как бы вернуть назад, back to the roots, да, вернуть наш народ, наших слушателей, вернуть к истории, к корням. А по стилистическим интересно играет такую музыку, которая больше в минимализм и в то же время сочетает какие-то фольклорные? Вы знаете, мне все интересно. Я вот такой по жизни дудач, и инструментов у меня много, разные краски. Я как, можно сказать, художник. Я выбираю какие-то краски для того, чтобы они не противоречили общей картине. Ну давайте попробуем, если можно так сказать, послушать разные краски. Это охотничьи рожки. А, ну тем не менее, они с клапанами эти рожки, да? Да, с клапанами. Усовершенствованные. Если убрать клапаны, то это, в общем, сигнальный такой фанфарный рок, рожок, который, если вы помните пионерские лагеря, в них использовались вот эти... Ну когда уже появляются клапаны, тогда уже получается... Это как называется? Рожок, это тоже охотничьи рожок. Это педальный, а этот помповый. Ну как бы, в общем, мало, различия мало, но в принципе, они хороши тем, что можно играть сразу два. О, это интересно, человек оркестр, да. Это редко Савка и Гришка сделали дуду. Угу. Здорово. Ну такая... Ну и играйте в самых разных составах и стилях. В частности, у вас был, и, наверное, есть дуэт с тубистом, есть дуэт с исполнителем Йодли. Я играл из Дафра Юсов, это замечательный исполнитель на Уди и певец. Я играл с тувинскими музыкантами, с болгарским хором. Я участвовал со многими вот этническими такими норвежскими музыкантами, именно этническими, не только джазами. И от них я заряжаюсь, я вдохновляюсь от них очень сильно, потому что все-таки корневая культура, как ни крути, она очень мощная. Вы, в частности, упомянули то, что делаете сейчас программы для детей. И я знаю, что 27 января в концертном зале «Зарядье», в малом зале, там будет концерт-лекция. Это новый для вас жанр? И что там... Нет, я уже это делал. Я уже такие вещи делал. И мне нравится открывать для детей вот такие какие-то новые звуки, новые краски, новые инструменты. Действительно, у меня много экзотических инструментов, кроме альпийского рога. Есть, например, совсем вот молодой инструмент. Молодой, в смысле, его недавно сделали и изобрели. Так называемый фогельхорн. Он не очень комфортный в смысле путешествия с ним. Большой? Он большой и очень не складывается. Только одна часть может. Вот поэтому с ним сложно путешествовать, но он у меня живет в Москве, поэтому я с удовольствием его показываю, покажу ребятам 27-го, да. И, конечно, я расскажу об инструментах, я расскажу, с чего вообще все началось, откуда вообще духовые инструменты пошли, какая их роль. Мы всегда рады вас видеть и слышать в Москве. И огромное спасибо, что пришли сегодня и принесли вот все это богатство. Спасибо вам.